К президенту России, к премьер-министру России, продвинуться невозможно своими силами. И человеческими силами это тоже невозможно. Мы, например, своими силами пытаемся стать поставщиками Кремлевского комбината продуктов питания. Хотя у нас подписан договор, официально продукты наши туда не поставляются. Но милостью Божией, когда Владимир Владимирович Путин посещал выставку два года назад «Золотая осень», на нашем стенде ему вручили подарок корзины русского молока с разным кефиром, молоком. И он с благодарностью принял и успешно попробовал в обществе Дмитрия Анатольевича Медведева, к кому он направлялся после выставки. Коровы наши едят натуральную траву, натуральное зерно выращенное нами же. Коровы тоже наши, поля наши, завод молочный наш. Мы контролируем всю цепочку производства молочной продукции. Стоит это дорого? Стоит это дорого. Но наше молоко, если сравнивать, допустим, с какими-то другими производствами, то есть мы выпускаем молоко марки «Мерседес». Мы конкуренции вообще не чувствуем, потому что это может быть даже и к сожалению, потому что большинство молочных продуктов, которые поставляются в магазины, они так или иначе используют сухое молоко, очень много стерилизованного молока, которое на самом деле уже не настоящее молоко, потому что там убито все живое в процессе стерилизации. Очень много и творога, и все остальные продукты производятся из сухого молока, что тоже это уже там порошок, а не живой продукт. Живых продуктов, настоящих молочных продуктов раз-два и обчелся. Это не маркетинг-прием, это суть нашей компании. Мы находимся в России, в русской стране, в русском районе, и название даже самой наивано «РУССКИЙ». Мы хотели бы, чтобы у нас работали в основном местные люди, но, к сожалению, далеко не все местные хотят работать. Работа тяжелая, непростая, и мы тоже используем труд людей-приезжих. Но мы стараемся заботиться о них, стараемся подбирать тех людей, которые работают высоко профессионально. А я могу так сказать, во всех регионах, во всех странах есть люди, которые умеют хорошо работать. Вот у нас главный принцип – это не анализ крови, а качество работы. И поэтому мы стараемся, заботимся о них, создаем условия труба, труда хорошие, создаем место жительства хорошее. И большинство из них отвечает тем же. То есть есть у нас люди, приезжие, например, из Молдавии, которые 15 лет приезжают и сезонно работают. Мы получаем также разрешение на работу. Никаких особых проблем мы с этим не испытываем. И думаю, что не будем испытывать.